В современной войне гораздо большую роль играет наличие технологических средств поражения, так считает военнослужащий ВСУ Антон Петровский. По его мнению, новая волна мобилизации в российскую армию существенно не изменит ситуацию на поле боя. Например, если сейчас в российском окопе сидят три солдата, то после мобилизации там будет сидеть 10 солдат. Но если в этот окоп прилетит высокоточный снаряд, они все погибнут, независимо от количества. Антон Петровский, военнослужащий Вооруженных сил Украины. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев сообщил, что с начала года в российские вооруженные силы принято более 325 тысяч человек. Проверка показала, что подготовка личного состава ведется на должном уровне. Военнослужащие демонстрируют отличные боевые качества. Дмитрий Медведев, заместитель председателя Совета безопасности России, сообщает российское агентство «Интерфакс». Но одних боевых качеств недостаточно, чтобы добиться успеха на поле боя, считают эксперты. Важную роль играет техника. При нынешних темпах работы российского военно-промышленного комплекса Россия может производить от 150 до 200 танков в год. В течение полутора лет войны украинцы, согласно тем же сводкам генштаба, уничтожили более 4500 единиц танков и почти 9000 единиц другой бронетехники. То есть мы можем говорить, что весь военно-промышленный комплекс, в том числе восстанавливающий технику, сейчас в разы, а по некоторым позициям в десятки раз не успевает за теми темпами, которыми украинские силы обороны эту технику уничтожают. Поэтому, если новых мобилизованных отправят на фронт без нужной комплектации оружия и техники, это будет всего лишь пушечное мясо, считают эксперты. Эту проблему они пытаются решить традиционным для себя способом что-то набрать, кого-то выловить по городам России, слепить из этого что-то вроде боевого подразделения. И не дожидаясь возможностей для того, чтобы их достаточно обеспечить оружием, техникой, чтобы научить этих воинов, их бросают, чтобы заслонять те или иные пробелы, которые обязательно образуются у них на украинском фронте, так как украинские силы обороны работают активно. Российские военкоматы не справляются с потоком обращений от компаний, связанных с воинским учетом. Об этом пишет коммерсант. С 1 октября в России резко вырастут штрафы для юридических лиц за нарушения, связанные с воинским учетом сотрудников. В некоторых случаях рост составит с 5000 до 500 тысяч рублей. Но в некоторых компаниях опасаются не штрафов, а реакции собственных сотрудников на мероприятия, связанные с воинским учетом. Если сотрудники нашего IT-департамента, услышав о постановке на воинский учет, уволятся и уедут, работать будет некому. Представитель одной из компаний критической информационной инфраструктуры в интервью изданию «Коммерсант». Сейчас российские силовики прилагают все усилия, чтобы замять дело. По словам родственников, до сих пор так и не открыто уголовное дело, даже по факту смерти. Хотя ранее представитель Следственного комитета обещал, что следствие будет по статье об умышленном причинении тяжкого вреда, повлекшего смерть. Юлия Биль для телеканала Freedom.